Из-за угрозы обрушения эвакуировали жильцов пятиэтажки в зеленой роще. Поздно вечером люди выбегали на улицу в чем были и готовились ночевать в палатках. Напугала всех трещина в стене, которая появилась после того, как строители провели под окнами земляные работы. Сегодня на месте побывали представители администрации. Может ли дом рухнуть, расскажет Регина Баймухаметова. Вот здесь вот сидишь на диване, прям вибрация была, вот конкретная вибрация. Я говорю, может, ту машинку включила, это, знаете, вибрирует, у меня полы, допустим, включая, у меня уже полы вибрируют от нее. Он говорит, ты что, это трамбовка идет. Вначале из-за строительных работ под окнами затряслось все общежитие, рассказывает Татьяна. А потом в дверь позвонили спасатели и попросили покинуть комнату. Здание может рухнуть. Собирались в такой спешке, что не успели взять с собой даже домашних любимцев, только паспорта. Инвалидов выносили на руках. Всего ночевать на улице готовились 120 человек. У кого есть палатки, у кого что, машины, значит, будем развивать лагерь, так сказать, и спать. Ну а куда было среди ночи ехать, вот куда? Спустя час им разрешили вернуться домой, вот только уснуть спокойно смогли далеко не все. Некоторые собираются переезжать. Плакали. Страшно было за ребенка. Здесь оставаться уже смысла нет, потому что если такая вот ситуация, ну будем что-то придумывать. Хватать документы ребенка, да, и бежать куда-то. Началась паника из-за этой трещины. Кто-то заметил ее и позвонил в диспетчерскую службу. Сегодня дом обследует представитель администрации вместе со строительным экспертом. Людей пытаются успокоить. Опасности нет. Говорить о том, что здесь возникла какая-то аварийная ситуация, которая может привести к обрушению человеческим жертвам, я не могу. Это не трещины, это раскрытие межпанельных швов. Правда, чтобы понять весь масштаб проблемы, проверять нужно не только подъезд, но и подвал. Если там стоит вода, это могло способствовать деформации, но попасть внутрь не могут. Управляющая компания представителю администрации ключи не дает. Есть технический участок, кто занимается обслуживанием этого дома, они комментарии мне не дают. И ключи не дают. И ключи не дают. Складывается ощущение, что там вода в подвале? Возможно, там вода в подвале. Но когда строительный эксперт уезжает и на месте остаются только журналисты, представитель УК заявляет, по закону посторонних людей не специалистов пустить внутрь не могут. Но заверяет, подвал регулярно просушивают. И межпанельные швы проверяют. Согласно акту весеннего осмотра, межпанельные швы в этом доме ремонта не требуют. Конструктивные элементы в порядке. Здание пригодно для жилья и безопасно для жилья. Почему дом все-таки начал трещать по швам, ни у кого сомнений нет. Толчок к разрушениям в любом случае дали земляные работы. Сегодня на площадке, где работал каток, никого из строителей уже нет. Возле объекта нет информационного стенда, где было бы указано, кто и что здесь строит. И ответить на эти вопросы пока нам не смогли даже в администрации. Среди жильцов есть две версии. То ли тут будет автостоянка, то ли кафе. Работы сейчас приостановлены, а последнюю технику отсюда строители спешно увозят. Вся эта история напоминает сюжет художественного фильма «Дурак». Пока очень отдаленно. В фильме чиновники не торопились спасать людей из аварийного общежития. В реальности и оперативные службы быстро приехали, и угрозы обрушения все-таки нет. Ситуацию уверяют под контролем. На межпанельные швы поставили специальные маячки. Каждую неделю обещают проверять, не пойдет ли трещина дальше. Регина Баймухаметова, Павел Ваницкий, 7 канал.